Всем привет! Начинаем нашу очередную утреннюю тренировку. Сегодня у нас снова будет разбор игры против SimpleGTOBOT. В этот раз поиграем баттон против большого блайнда. Различные ситуации, как в позиции, так и без позиции. Сегодня будем рассматривать смешанную стратегию. Мне нравится больше играть в позиции, потому что там решение более адекватное и не нужно пересматривать и перестраивать сильно. Сначала поиграем смешанную страту, потом перейдем к игре именно в позиции баттон против большого блайнда. Звук картинка вроде есть. Давайте приступать. Запустим ГТУБОТа. Может быть какой-нибудь фон поменяем. Чтобы было все видно. Так. Так, ну что, собственно, у нас тут происходит ситуация баттон против ББ. Да, кстати, я забыл сказать, во второй части тренировки, как обычно, поиграю я вживую. На старзах, наверное. Но пока будем играть против БОТа. Смешанная ситуация. Перед тем, как играть, давайте посмотрим, какой тут рейндж предлагает защищать. Симпл постфлоп. Например, там ТУС-2 у СЮТ с ББ практически не защищает, как вы видите. Совсем небольшой процент рук. Много мастевых рук. Часть всем небольшая одномастных. Разномастных слабых, но, как вы видите, он их часто выкидывает. При этом коннекторы, наверное, разномастные достаточно широко защищает. Что тут у нас? Ну, большая часть СЮТ тут Бродвей у него уходит в 3-бет. ББ против Баттона. Часть одномастных тузов, но не все. Очень много одномастных королей, да, амвалетов в коле. Десяток тоже. Ну, и не защищает он, пожалуй, самые слабые ханды. Это против 2,5 ББ сайза. Это вот всякие 9-2, 8-2, 7-2, 8-3, 9-3. То есть такие руки он предпочитает фолдить. Так, довольно мало здесь карманных пар у него в колд-коле. Больше часть 9-ок он 3-бетит, больше часть 8-ок, часть 7-ок, 6-ок, 5-ок. Что там? Ну, мелкие карманные пары в большей степени защищают колом, чем 3-бетом. Но вот средние частично 3-бетят, частично колят. В свою очередь, Баттон у нас выглядит следующим образом. 48 и... ну, почти 49% здесь рейндж. Ну, на самом деле... Не знаю, откуда он берет такой рейндж, потому что в паках, насколько я помню, чуть поуже был спектр открытия, не 49% чуть-чуть поуже. То есть он не открывает так широко. И в реальности сейчас игроки не открывают так широко. Если брать какие-то лимиты по типа 0100-0200, то скорее там будет рейндж в районе 44%. То есть он открывается более тайтово. Вот низ рейнджа тоже не открывается. Все эти король 5, дамо 5, король 6, дамо 7, валит 7. Туз 2, офсю тоже практически не открывается. Ну вот. Поэтому здесь, опять же, с префлопа чуть-таки более лузовый и широкий рейндж. Нужно принимать это в расчет. Делать некоторые поправки. Так. Поехали. Мы защитили дамо 5. ББ против баттона. Чекаем. Получаем ставку. Ну мне здесь больше нравится колл. Так. Ну и смотрите, я напомню для тех, кто не был на тренировках с симпл постфлопом, как она проходит. То есть нам предлагается какое-то решение. Мы выбираем, собственно, ну, возможное действие. И потом он нам пишет, какое на самом деле было лучшее его решение против оппонента. Вот, например, здесь лучшим его решением, в отличие от чеккола, ну, лучшее его действие, это чекрейс. Он не в 100% случаев совершается, но при этом чеккола здесь достаточно жесткая минус EV, потому что тут минус 0,02. Если у нас берется какой-то минус 0,00, то там примерно разнозначные решения. Если же что-то 100 или 10, тем более идут уже, то это уже, конечно, ошибка. И, соответственно, надо было с точки зрения симпл постфлопа играть здесь через чекрейс. Ну, терн. Тут, наверное, уже ничего мы не сделаем. Чек, чек. Ну, и тут бет. Вопрос только в том, каким сайзингом лучше поставить. У нас здесь есть вариант с x2 овербетом, либо со стандартной ставкой. Я бы здесь, наверное, делал стандартную ставку. Посмотрим, что здесь предложат симпл. Вводит ли он за инвокера, который здесь в капнутый рейндж часто поставит овербет. Давайте бет. Ну, да, бет в стандартном рейндже здесь будет лучшим решением, чем овербет. Так, поехали дальше. Или не поехали. Как-то вот бывает... Ой, куда сменить пароль. После первого запуска бывает, что-то виснет gto-трендер, приходится переразпускать. Обычно со второго все окей, уже начинается. Сейчас я ненадолго приглушу экран. Как-то уже который раз я запускаю, и сразу, с первого раза он не работает корректно. Так, опустился. Сейчас верну картинку. Вот эти подвисания, конечно, не очень радуют, потому что нельзя потом посмотреть, какой у нас там winrate, loserate. Так, ну, давайте продолжим. В этой ситуации мы уже сами на баттоне. Вышла скоординированная структура доски. 9-9. Вот и дама-дама-9. Флэш-дро. У нас мелкая карманная пара. Я бы здесь играл, наверное, через чек нашу руку. Ну, и тернам тоже чек-чек. Просто дочекивал бы здесь. Бет. Бет-бет-бет. Ну, и тут, наверное, фолд. Фолд. Ну, вот здесь мы везде сыграли по best-ev action. Да, best-ev action пишется вот в этой графе. Check-check-check. Фолд. Нет у нас никаких тут отклонений от лучшей EV линии. Так, снова на баттоне. Играем с 6. Монотонная структура доски. Я бы здесь чекал. Ну, и дочекивал бы, наверное. Да нет, это не с виндой делает глюки именно ГТО-тренера. Ну, то есть он просто повисает в мертвый, и все. Причем, как бы, очень часто бывает, что он с... Так, ой, что тут у нас? Бет нужно было. Я тут влёкся. Ну, я бы, на самом деле, прочекал бы дальше. Я не знаю, что он здесь предлагает бетить. Вот это интересная ситуация. Давайте посмотрим. Причем, такой довольно жесткий минус EV. А, или что там было? А, да, я бетнул, сыграл колл. Ну, вот здесь можно подумать, почему он здесь предлагает чекать. Возможно, это связано с тем, что в монотонной структуре досок он не так широко конвотит здесь в позиции, как это он обычно привык делать. Бетн против большого блайнда. Соответственно, у нас здесь будет больше каких-то подконтролей по типу 10x комбинации, может быть, карманных дам, валетов, может быть, доезды по 9x. И, соответственно, скорее всего, в трижды капнутый там рейндж оппонента, когда оппонент чекает флоп, чекает терн, чекает ривер. Ну, скорее всего, он с сильными типами рук, типа флеши, топ-пара, вторая пара с сильным кикером ставил бы уже по тернеру. Соответственно, к риверу он достаточно сильно капнутый, наверное, из-за этого ему здесь нравится бетить широко, с учетом того, что у нас здесь есть еще по-прежнему валию бета. Интересно. Так, ну поехали дальше. Понравилось видео? Ставь лайк, подписывайся на канал и начни обучение покеру прямо сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в «Субтитры сделал DimaTorzok»! Добро пожаловать в «Субтитры сделал DimaTorzok»! Продолжение следует...